Я приветствую всех жителей Самары, Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа Город С. Я Елена Чернявская. Ну а сегодня актуальные новшества в сфере имущественных налогов и льгот. Вот это тема нашей сегодняшней программы. Я представляю гостю в студии Татьяны Викторовны Сидорова, начальник отдела налогомложения, имущества УФНС России, Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте как раз мы и осветим вот эти новшества. Я хочу спросить вас, что нового в имущественных налогах в 2021 году? И расскажите, пожалуйста, какие изменения уже вступили в силу? В этом году в первую очередь хотелось бы отметить, что у нас изменилась налоговая база по земельному налогу для отдельных категорий земель. Это земли огородничества, садоводческих товариществ и дачных объединений. Это земли промышленности и земли сельскохозяйственного значения. Поэтому при исчислении налога мы используем новую базу. Следует обратить внимание налогоплательщиков, что база поменялась. А что это значит? База? Расшифруйте, пожалуйста, этот термин. База – это кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость поменялась. То есть ее пересчитали, все, мы применяем новую. Но это изменилось как-то в плюс или в минус? А ждать чего гражданам? Ну здесь могут быть изменения как в плюс, так и в минус. В общем-то здесь нельзя говорить односложно, что все плюс. Нет. Нет. Хорошо. Вот когда получат новые квитанции или узнают стоимость, все-таки стоит обратиться за консультацией, чтобы уточнить вот как раз по своей земле, чтобы предотвратить какие-то ошибки? Я так думаю, что при получении именно налоговое уведомление сводного стоит обратить внимание на налоговую базу. Если вдруг что-то смущает налоговую базу, можно проверить на сайте Росреестра. То есть доступное, пожалуйста, в онлайн-режиме достаточно ввести кадастровый номер и узнать кадастровую стоимость. То есть вот эта цифра должна совпасть как на сайте, так и у себя в уведомлении. Спасибо. Хорошо. Какие категории налогоплательщиков в 2021 году могут воспользоваться льготой по имущественным налогам? В 2021 году у нас те же самые практические категории, что и в 2020 году. То есть это порядка 15 категорий и полностью все категории можно узнать на сайте налог.ру, ставки льготы по имущественным налогам, онлайн-сервис. Я просто назову основные, так скажем, категории, самые многочисленные. Это пенсионеры, это предпенсионеры. У нас в этом году выросло количество многодетных семей. Это инвалиды всех категорий. Это герои Российской Федерации. Это участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны и так далее. То есть полный перечень именно можно посмотреть на сайте налог.ру. И узнать, попадает ли ваша категория под соответствующую выплату. Хорошо. Какие федеральные льготы предоставляются многодетным семьям по имущественным налогам? Вот как раз в рамках реализации послания президента Российской Федерации. Многодетные семьи – это земельный налог. Это 6 соток на один земельный участок. И то, что касается налога на имущество, это 5 квадратных метров на каждого ребенка. И 7 квадратных метров, 5 квадратных метров квартиры и 10 квадратных, ой, простите, 7 квадратных метров жилого дома. Что означают эти цифры? Это означает цифра стоимость, вычитается стоимость 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома. То есть, допустим, стоимость всей квартиры 1 миллион, а из этого 1 миллиона вычитается стоимость 20 квадратных метров. Это обязательный вычет для всех категорий налогоплательщиков. И к этому еще идет плюсом, ну, минимум 15, стоимость 15 квадратных метров. То есть многодетная семья – это 3 ребенка и более, до возраста, до 18 лет. И что это означает? Это означает, что база уменьшилась, то есть кадастровая стоимость уменьшилась, и сумма налога, соответственно, уменьшилась. То есть это та сумма, которую обязаны платить по имущественным налогам. Хорошо, спасибо большое. Вот скажите, пожалуйста, а чем многодетнее семья, тем больше размер вот именно этой предоставляемой? Конечно, на каждого ребенка. Если трое детей будет 15 квадратных метров, а если 5 детей уже 25. Хорошо. Сколько многодетных семей могут воспользоваться вот именно этой льготой? Вы сказали, что количество многодетных семей увеличилось, что есть такая статистика? Да, есть такая статистика. Нам ежегодно Министерство демографии представляет сведения о многодетных семьях. Если в прошлом году их было порядка 30 тысяч, то в этом году уже больше 40. Это вы говорите цифры по области? Да, это по области. Я бы еще хотела сказать, что многодетные семьи у нас пользуются не только льготой по земельному налогу и налогу на мощную, но и по транспортному налогу. По транспортному налогу это 110 лошадиных сил для легковых автомобилей, 150 для автобусов. Скажите, а не полностью ли многодетные семьи освобождаются от транспортного налога? Да. Но хотелось бы обратить внимание, если транспортное средство не 110, а 115, льгот уже не представляется. То есть транспортное средство должно быть до 110 лошадиных сил включительно. Хорошо. А есть ли несколько автомобилей в семье? На одно транспортное средство. Только на одно транспортное средство. Я хотела бы еще сказать, у нас достаточно много вопросов возникает. У нас появилась новая льгота по транспортному налогу. Да, у нас освобождаются полностью от уплаты транспортного налога те транспортные средства, которые у нас используют в качестве моторного топлива метан. Да, природный газ метан – это 100% освобождение. Неважно, юрик ты или физика, неважно, сколько у тебя… Автомобилей. Не-не-не. Ну, во-первых, да, сколько у тебя автомобилей. И, во-вторых, сколько лошадиных сил в этом автомобиле. Может быть и 100, может быть и 150, может быть и 250, совершенно неважно. Это первое. И второе, у нас есть транспортные средства, которых комбинированное… Использование, да? Да, комбинированное использование. То есть, если 50 на 50, и получается, что если заправляется опять же метаном, то да, 50% представляется льгота. Это вот эти новшества с этого года? Да, это в этом году будет. В этом году мы будем рассчитывать первый раз. То есть, еще пока не действуют они? Ну, действуют за 2020 год. За 2020 год? Да, при расчете налога за 2020 год мы эту льготу уже будем применять. Отлично. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот на местном уровне будут ли введены дополнительные льготы для многодетных? Или они все-таки суммируются с федеральными? Суммируются с федеральными. Вы правильно сказали. То есть, если многодетной семье представляется дополнительная льгота муниципальному образованию, в частности, у нас льгота представляется в Самаре дополнительная льгота, в Тольятти. То есть, 6 соток еще дополнительная льгота представляется там, то получается, если земельный участок больше 6 соток, 12 соток льготы представляется полностью на земельный участок. Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, вот когда при рождении третьего ребенка предоставляется земля многодетным семьям, то в какой локации она предоставляется? Потому что, проживая в Самаре, землю могут предоставить там в области, но это же ведь неудобно. А, ну, я скажу с точки зрения льготы, так скажем, да? Да, да. Если семья проживает в Самаре, но где-то в области предоставили земельный участок, да, льгота представляется, это федеральная льгота, она представляется на всей территории Российской Федерации. Спасибо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот где предоставлена подробная информация о всех льготах, потому что, конечно, вот мы с вами уже говорим, вы перечислили достаточно очень много новшеств. И вот узнать, разобраться, понять, что она тебе принадлежит, эта льгота, где можно узнать подробную информацию и о федеральных, и о местных муниципальных льготах? На сайте ФНС России, сервис ставки льготы по имущественным налогам, там достаточно выбрать муниципальное образование, где находится объект налогообложения, и льготы можно посмотреть как федеральные, так и местные. Скажите, пожалуйста, а в каком случае может быть утрачена льгота? Для многодетных может утрачена быть льгота. В том случае, если ребенку исполнилось 18 лет, и семья уже перестает относиться к многодетным, естественно, льгота утрачивается. Хорошо, спасибо. Давайте, если мы по многодетным все, может быть, есть что-то добавить? Да нет, пожалуй, что все. Пожалуй, что все. Тогда перейдем давайте к следующей категории, это пенсионеры и предпенсионеры. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, обозначите термин, кто такие предпенсионеры? Предпенсионеры. Во-первых, я хочу сказать, что сведения о предпенсионерах к нам поступают из пенсионного фонда, поэтому пенсионный фонд решает, кто относится к категории предпенсионеров, кто к этой категории не относится. То есть у нас ежегодно идет загрузка, загрузка идет на федеральном уровне, сведения представляются как о пенсионерах, так и о предпенсионерах. То есть льгота вся учитывается и, соответственно, беспокоиться не стоит. Те, кто считают себя предпенсионерами, поэтому льгота будет предоставлена. Но это здесь не из-за возраста учитывается, да, предпенсионный возраст? То есть все категории разные, и военные есть, и межские. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть разные возраста, разные категории, поэтому у всех по-разному. Разных профессий? Да, разных профессий, и здесь решает пенсионный фонд. Хорошо. Так вот, какие льготы на сегодня предоставлены пенсионерам и предпенсионерам? Пенсионерам у нас предоставлена льгота в форме освобождения по налогу на имущество по одной квартире, по одному жилому дому, один гараж. По земельному налогу это 6 соток. В Самаре дополнительная льгота есть 6 соток, опять же, на земельный участок. Она суммируется с федеральной, то есть получает 6 плюс 6,12. И дополнительная льгота, которая представляется по земельному налогу, это 18 квадратных метров на площадь земли под гаражом. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, а вот когда наступил этот пенсионный и предпенсионный возраст, этим людям, людям этих категорий не нужно идти в налоговую, писать какое-то заявление? Либо вам поступает информация с пенсионного, и все это автоматически начисляется, и человек освобождается от налогов? Да, с прошлого года к нам поступают сведения с пенсионного фонда. Если в прошлом году загрузка была у нас неполной, в этом году загрузили полностью. Поэтому не стоит приходить в налоговую, льгота будет учитываться. Да, есть отдельные случаи, когда из пенсионного фонда сведения не поступили. Если вдруг какие-то вопросы возникают, то, конечно, стоит прийти, выяснить. Также можно обратиться через личный кабинет налогоплательщика. Мы в обязательном порядке рассмотрим и ответим. Скажите, а вот, Колюш, мы с вами заговорили про личный кабинет. Каким категориям граждан необходимо заводить личный кабинет? Это по желанию делается сейчас для удобства, либо это все-таки обязательное требование, которое диктует налоговая? Нет, это не обязательное требование. Каждый человек решает для себя сам, стоит ему заводить личный кабинет или не стоит. Единственное, что я хочу сказать, что это очень удобно. Во-первых, налоговое уведомление, как только сформировано, оно загружено в личный кабинет. Его можно там как распечатать. Если вдруг человек привык платить в банки, соответственно, по документу, также можно заплатить онлайн. То есть у нас есть банки-партнеры, переходишь из личного кабинета на сайты банков-партнеров, и там все можно оплатить. Еще удобен тем личный кабинет, что не всем понятно, как рассчитываются налоги. А в личном кабинете разложена, там есть определенная формула. По этой формуле можно посмотреть, как рассчитали налог, правильно или неправильно. Ну, с точки зрения, опять же, налогоплательщика, если что-то непонятно, естественно, мы ответим. В личном кабинете можно заполнить декларацию 3НДФЛ, в личном кабинете можно обратиться, опять же, в налоговую службу. В личном кабинете есть жизненные ситуации, они подскажут... Примеры, да. Примеры, да. Они подскажут налогоплательщик, как действует в той или иной ситуации. Поэтому личный кабинет – это очень удобно. А скажите мне, пожалуйста, абсолютно ли все услуги, касаемые, конечно же, налогов, субсидий, льгот, можно оформить через личный кабинет? Либо есть такие, которые все-таки требуют личного присутствия в налоговой? Я так думаю, что сейчас все услуги абсолютно, что касается физических лиц, можно оформить через личный кабинет. Хорошо, спасибо. Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, вот я прям цитирую, что такое проактивный порядок и в каких случаях он применяется? Ну, мы с вами только что говорили о беззаявительном порядке представлений ГОД, это и есть проактивный порядок. Если в прошлом году у нас проактивный порядок, это были пенсионеры, предпенсионеры и ветераны боевых действий. И еще у нас есть такая категория, как многодетные. Там тоже проактивный порядок, сведения нам выгружаются, о многодетных министерствах демографии, о пенсионерах и предпенсионерах, ветеранах боевых действий, это из пенсионного фонда. Хорошо, а в какой срок теперь необходимо предоставлять уведомление вот как раз о выбранном льготном объекте? О выбранном льготном объекте надо представлять сведения до 31 декабря, налогового периода, за который будет тщительный налог. Хорошо, а если существуют какие-то долги по налогам, каким образом они изымаются? Ну, долги по налогам, в первую очередь, это направляется требование, естественно, если налогоплательщика не исполняет требования. В чем какого времени сразу? Месяц. 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 Тогда уже передают, в судебном порядке взыскиваются все эти долги, после решения суда все это передают судебным приставам, и приставы уже взыскивают как со счетов налогоплательщика, так и арест имущества. И, ну, сейчас я не знаю, актуально это или нет, запрет на временный выезд за пределы Российской Федерации. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот что все-таки нужно предусмотреть при получении той или иной льготы? На что обратить нужно особое внимание, ну, если, к примеру, через личный кабинет заявитель подал уведомление о предоставлении какой-либо льготы? Ну, хочу, во-первых, сказать, что у нас заявление представляется, к этому у нас есть определенная форма заявления. В этом заявлении налогоплательщик указывает реквизиты того документа, на основании которого ему будет предоставлена льгота. Но у налогоплательщика есть право как предоставить этот документ, так и не предоставить. При получении этого заявления налоговый орган сам запрашивает в ту организацию, которая льготу ему предоставила по реквизитам. И здесь уже как бы льгота может быть предоставлена или не предоставлена, в зависимости от того, подтвердится она или нет. Поэтому, если есть какие-то сомнения, я рекомендую предоставить копию документа, на основании которого налогоплательщик претендует на льготу. Скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, вот, к примеру, человек подал через личный кабинет на возврат налога, заполнил соответствующие бланки, предоставил все документы. По-моему, сейчас там упрощенный порядок. Скажите, пожалуйста, если вдруг что-то заполнено неверно или, ну, какого-то документа не хватает, сотрудники связываются с заявителем, либо это все происходит онлайн и автоматически уже программа считывает правильность документов? Программа считывает автоматически. Правильность документов. Так, хорошо, скажите, пожалуйста, вот мы поговорили с вами, в какой срок нужно погасить долги, а вот в какой срок нужно оплатить имущественные налоги? В этом году, 1 декабря 2021 года. Ну вот все-таки самостоятельно принимать и понимать информацию о предоставлении расчета, налоговое уведомление. Скажите, а вот кто устанавливает как раз вот ставки и льготы по имущественным налогам? Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются у нас следующим образом. По транспортному налогу это правительство Самарской области. А по земле и по имуществу это органы местного самоуправления. То есть у нас 314 органов местного самоуправления на территории Самарской области. И каждый орган местного самоуправления имеет право изменить ставки налога или же предоставить дополнительные льготы. Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, вот единый налоговый платеж, что это означает этот термин? И в чем его удобство? Единый налоговый платеж, он платится целиком вся сумма, то есть земля, имущество и транспорт, единым платежом. При наступлении срок уплаты, естественно, все эти суммы зачисляются в счет исчисленных сумм налога. Удобен он тем, что, ну, всякое может случиться в жизни человека, может быть, забыл, может быть, опоздал, может быть, нет доступа к интернету, может быть, уехал в командировку, может быть, не получил налоговое уведомление. Ну, всякие жизненные ситуации могут быть. Может быть, забыл пароль к личному кабинету. Поэтому единый авансовый платеж – это очень удобно. То есть заплатил и забыл. То есть единая сумма сразу приходит и высчитывается за все налоги, которые должен человек, если мы сейчас говорим про личный кабинет. Ну, а если его нет, каким образом приходят уведомления? Если личного кабинета нет, то налоговое уведомление приходит на почту. Заказными письмами уже Почта России, она рассылает уведомление о том, что пришло заказное письмо, его надо сходить и получить. Хорошо. С этим письмом куда идти дальше? Банк, естественно. Банк, естественно. Ну, то есть можно оплатить, ну, а, по-моему, QR-код также считывается и оплачивается. Да, совершенно верно. Онлайн-банки, у всех, мне кажется, у всех абсолютно есть уже эти QR-коды, можно оплатить. В чем еще новшество заключается, удобство, вот если мы говорим все-таки о 2021 годе? Ну, в принципе, новшество я в самом начале программы уже рассказала. 2021 год в части уплаты налогов, он не изменился. Ну, я думаю, что... Хорошо. Скажите, все-таки давайте еще поговорим о неуплате налогов. Чем все-таки грозит, если человек не уплатил налоги в срок? В первую очередь, это списание денег с банковской карты. Это делают судебные приставы, это не делает налоговая. Да. А второе, это арест имущества. И третье, это уже как бы, естественно, это запрет на рекдействия в части транспортных средств, потому что сейчас граждане, как покупают, так продают транспортные средства достаточно часто. Поэтому запрет рекдействий тоже накладывается. И временные ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. Татьяна Викторовна, а если случается какая-то жизненная ситуация, потеря работы, потеря дохода, вот как отрегулировать эту ситуацию, куда людям обращаться, чтобы повременить или отсрочить выплату платеж? В налоговый орган по месту жительства. В налоговый орган с соответствующим заявлением? Да. Татьяна Викторовна, перерасчет по имущественным налогам. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, что включает в себя это понятие? Перерасчет по имущественным налогам производится в том случае, если вдруг изменилась налоговая база. Опять же, что такое налоговая база? Это кадастровая стоимость объекта капитального строительства или же земельного участка. И налоговая база по транспортным средствам – это лошадиные силы. В том случае, если налоговая база меняется, ну, как я уже говорила, что у нас в этом году изменилась кадастровая стоимость по земельным участкам, налоговая служба производит перерасчет за ранние периоды. То есть в зависимости от того, с какого периода мы применяем эту налоговую базу, эту кадастровую стоимость. Дату определения кадастровой стоимости, дату применения для цели налогообложения определяет у нас регистрирующие органы. В нашем случае это управление Росреестра по Самарской области. На что я хочу обратить внимание. С 1 января 2019 года в том случае, если налогоплательщик оплатил налог и вдруг изменилась налоговая база, кадастровая стоимость, то есть за те ранние налоговые периоды у налоговых органов отсутствует основание для перерасчета земельного налога, так же, как налога на имущество. Но, опять же, подчеркиваю, в том случае, если налогоплательщик оплатил. Поэтому... То есть если нет, а проще говоря, долгов вообще вовремя человек оплатил, и тогда основание для перерасчета. Да, совершенно верно. Поэтому налогоплательщикам, я думаю, стоит озаботиться при получении налогового уведомления. А чем раньше заплатил, тем лучше. Скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, а налоговое уведомление о как раз вот об этих долгах и выплатах, оно приходит в какой-то определенный период и один раз в год, либо какие-то начисления могут осуществляться в течение всего года? Ну, вот, к примеру, зашла я в личный кабинет, смотрю, у меня какая-то сумма там образовалась, вот нужно мне ее заплатить. Сумма образовалась не просто так. Мы исчисляем налоги один раз в год. Налоги мы исчисляем, ну, это где-то май-июнь. К осени мы рассылаем налоговое уведомление, то есть загружаем налоговое уведомление в личный кабинет и направляем по почте, то есть у кого нет личных кабинетов. Поэтому, если вдруг такое получилось, что да, я заплатил налог, да, прошло уже как бы первое декабря, у меня появилась другая сумма, да, есть вопрос. И с этим вопросом налогоплательщик может опять же через личный кабинет или же лично обратиться в налоговый орган. И обратиться он может в любой абсолютно налоговый орган. У нас просто единая система, и поэтому, если налогоплательщик пришел с обращением, естественно, ближайшая налоговая инспекция перешлет это обращение туда, где находится объект. То есть это уже ваша забота? Совершенно верно. Татьяна Викторовна, скажите, вот вы сказали, что можно обратиться в любую близлежащую удобную налоговую. А есть ли какой-то вот единый центр, колл-центр, телефон, где также еще, ну помимо сайта, конечно, где можно узнать и услышать всю исчерпывающую информацию? Ну, у нас единый телефон, это 8 800 7 двоек. Обратившись именно по этому телефону, операторы соединяют уже с тем регионом, где находится у налогоплательщика объекта налогообложения. То есть с тем регионом, к которому возникает вопрос у налогоплательщика. Операторов много, дозвониться достаточно легко. Просто, да. И тем более просто запомнить. Хорошо. В каких случаях необходимо лично обращаться в налоговый орган? Я думаю, сейчас, если есть личный кабинет у налогоплательщика, этих случаев, ну просто их нет. Татьяна Викторовна, давайте подытожим нашу с вами программу, наш с вами сегодняшний разговор. Мы говорили сегодня с вами и о имущественных налогах, и о новшествах 2021 года, и также мы говорили про многодетные семьи, про льготы. Так вот, подводя итог, что бы вы сегодня, сейчас выделили в главное? Главное, это многодетные семьи. То, что, хотела бы обратить внимание на те льготы, которые представляются в многодетных семьях. Это транспортный налог 110 лошадиных сил. Обращаю внимание, 110, не 130, не 150, 110. А налог на имущество, это 5 квадратных метров на каждого ребенка льготируется, и 7 квадратных метров, если в сельской местности, на жилой дом. 5 квадратных метров квартиры, 7 квадратных метров жилой дом. Земля, это 6 соток. 6 соток федеральной, и дополнительные льготы по муниципалитетам, если они предусмотрены постановлениями. А что еще хотелось бы обратить внимание, это льгота по транспортному налогу, новая льгота. И стоит обратить, внимательно отнестись к ней, потому что зачастую налогоплательщики говорят, да, у меня газомоторное оборудование стоит в транспортном средстве. Когда мы задаем вопрос, а какое, говорят, пропан. Нет, пропан не пойдет, только метан. Эта отметка есть в ПТСе, она ставится в обязательном порядке. Слукавить не получится. Слукавить не получится, да. Поэтому в этом году заявление, копия ПТСа, льготу мы вам предоставим. То есть эти все документы нужно также загрузить в определенное окошко, в личном кабинете. Все это происходит без сбоев, нормально, все эта система работает. Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна, за интересную беседу, за те новшества, которые вы сегодня озвучили для наших уважаемых телезрителей. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а я думаю, что сегодня очень доступно и понятно. Моя гостья рассказала о всех налогах, ну и, конечно, удобство пользования личным кабинетом. Если у вас его еще нет, то обязательно сделайте. Спасибо большое, всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!